Первая тема у нас будет. Какая? Правильно, запрет гормона роста. Гормон роста добавили в список СДВ. Вступит в постановление ФИБУ через 180 дней. Ну, все через 180 дней продавать будет нельзя. Проблема у кого-то с астероидами, проблема у кого-то с фармой. У нас спортсмены выступают с натуражкой. Одиноколичный косметологов, врачей, эндокринологов. Своим пациентам рекомендовали гормон роста. Можете ли вы его купить через 180 дней? Вообще, да. Живот не растет в термохе. Набирай больше, коли чаще. Это, бля, главное правило. Так кончается. Быстро я пробовал. Привет. Привет. В общем, у нас сегодня тренировка спины. А потом у нас, Роман Столшуйся, тренировка отменяется. Потом мы едем хавать шавуху. Пойдем, о чем мы к моему корешу. Он об этом не знает, поэтому... У меня, знаете, почему-то мало друзей. Я так к людям отношусь хорошо, но я еще довольно-таки честный и прямолинейный. Пойдем мы... Потом загуглим на ближайшую шаверму сети в лаваше. Паха ее хозяин. Мой товарищ, он, который скулл 500. И на него будет ссылка внизу. Но он не знает, что мы к нему поедем раз. Его сотрудники не знают, что мы к нему поедем два. И я вынужден буду быть честным и откровенным. А еще будет ржачина, если не запретят снимать. Вообще будет пиздец, как обычно. Все переживать начинают. Они же не знают, что мы-то по-хорошему. Надеюсь, что она вкусная. Но вчера в гости приезжал ко мне на производство. И его сотрудник сам ел шавуху его же. Это значит, наверное, она вкусная. А, кстати, вот Ромка. Да, когда Руслан говорит. Мы и нас, это вот он меня тоже медилил. Да, мы с ним, понимаете, по завершению сезона еще не пожрали. Мы первый раз увиделись. По завершению сезона. Да. Сегодня, спустя уже месяц. Мы его, он завершил его. Оперативно завершил, оперативнее меня. На неделю раньше. На недельку, да. На недельку раньше меня так все закоебали. Закоебая в Румынии. Страшно. А где Рома? А что Рома не приехал? Так, а у Ромы спросите. А Рома вместо того, чтобы в Инстаграме что-то там ругаться на кого-то, как обычно он тут делает. Он решил стать это. Family блогером. Family блогером. У него, короче, кроме того, что я жру, его дочка играет в игрушки. Ничего в Инстаграме нет. Причем я жру даже тоже особо не было. Ну, в принципе, да, на самом-то деле. Короче, это. Пищунов ему накидайте в дирекцию, за то, что он негодяек. Я максимально, скажем так, постарался абстрагироваться от бодибилдинга, от качалки, от всего-всего. Мне нужно было реально морально отдохнуть от всего. Морально отдохнуть от Инстаграма, от каких-то съемок роликов, от общения какого-то там про все эти темы и так далее. Со всякими уродами. Вот. Поэтому я вот максимально разгрузился. Сейчас потихонечку я буду добавлять активности в Инстаграме и начнем Ютубчик снимать. Вот. Поэтому потихоньку, потихоньку. Сейчас у нас начнется цикл массонабора. И буду стараться транслировать вам и влоги снимать, и Лешка будет приезжать снимать. И я к Лешке теперь буду приезжать снимать. И вот я же теперь рулю на машине, все дела. Вот. Поэтому все будет огонь. Контента будет много. Контента будет, надеюсь, интересно. Ну, для узкой направленности, направленной аудитории, да, это в основном спортсмены. Вот. И сегодня мы качаем спину. Начинаем из пулловера разогреваться. И будем обсуждать темы насущные. Первая тема у нас будет. Какая? Правильно. Запрет. Гормона. Роста. Пока еще можно этот слух говорить, через полгода уже нельзя внести. Блин, мы до этого снимали ролики про стероиды, про метан, про тестостерон, которые запретили еще в 2008-м. Это все тоже нельзя говорить. Мы говорили, вот такой, типа, гормон роста еще можно говорить. Говорить вообще можно вообще что угодно. Ну, как что угодно? Заканчивая тем, что во славу Единой России и Санцеликова. И даже можно детей использовать в рекламе. И даже можно еще что угодно делать, если флаг Единой России есть. У нас нет цель пропаганды этого всего, но самотекс пиздатая тема. И... Тоже нормально. На самом деле, да, это все шуточки при пауточке. Но, по сути, постановление вышло, и действительно, гормон роста добавили в список СДВ. Что это значит? Во-первых, список СДВ, что это не наркотики. И стероиды к ним не относятся, и гормон роста к ним не относятся. Это сильно действующие вещества. Приятно намекают, что это действующие вещества. Да. То есть тема-то рабочая. Вот. Мы начинаем с разминочки широчайшие. Мы такие кругленькие, отекшенькие. Местами даже, наверное, жирненькие. А может, и не очень. Мы даже в конце хотите трэш-контент. А вот я не знаю, а где вы ставите вас сделать? Я знаю. Ребята, будет же два выпуска, мы же тут потрещим. А потом пожрем, потрещим. Вот если вы тут накидаете много лайков и комментов, толковых, таких, хороших, что вы думаете вообще про гормон роста, например? Сейчас паузу нажимай, братишка, и напиши, что ты об этом вообще думаешь. Правильно или неправильно? Наши законотворцы у нас-то не очень интеллектуально развитые товарищи. Вот. И в общем трэш-контент на второй выпуск с Романом Солиульным. Это наша говноформа. Хочешь нас посмотреть в говноформе? Тогда ставь палец вверх и поделись этим видосом со своим другом. Тогда в следующем ролике ты увидишь, как выглядят бодибилдеры, которые... Я съел 8 мороженых после последнего турнира. Не, не подряд имею в виду, а всего. По-моему, 8 штучек мороженого съел. Я не обжирался. Кстати, это очень момент забавный. Я потому что ходил по Питеру, такая, кстати, кафе Буше называется. Там вкусно. То есть хозяина я не знаю, это не реклама, но там реально вкусно, мне нравится. Я смотрел на пирожные там, я думал, что я, когда закончу сезон, куплю каждого по одной штуке и съем. Я этого не сделал. Вот. И, в принципе, я обжирался, если не обжирался. Как-то так вышло. Не знаю почему. То ли форму хочется сохранить и приумножить, то ли привык к чистому питанию. Смотрим, через другие причины. Ну, да ладно, про еду тут говорить будем. Я будем ждать шаверму и ждать шаверму. А сейчас гармошка. Из хорошего, на фоне всего этого неприятного мероприятия, вступит в постановление в силу через 180 дней от 24 ноября. Постановление. Правильно? Правильно. Соответственно, в данный момент этот препарат только в адрес запрещен, антидопинговым комитетом. И они говорят, что яй-яй, применять его не надо. Почему его запретили? Черт его знает. Ну, прям вообще непонятно. То есть, навредить им человеку вообще нельзя. И есть понимание, к чему это приведет к негативному. Однозначно. Сейчас я сделаю подход. Я вам расскажу всю глупость вообще запрета как анаболических стероидов, так и гормона роста. Как, чем это вредит нормальным людям. Не культуристам, не спортсменам. А чем это вредит нормальным людям, как раз таки? Потом мы, знаете, что протестируем? Мы сделаем разминочные подходики. Потом один разминочный тяги сверху. И попробуем подтянуться. Ну, не то, чтобы на максимальное количество раз. Ну, такое. Просто подтянуться. Оно будет максимальная, Ромка, да? Ну, мы скажем, что это не максимум. Это чисто. Ну, чтобы не переудомляться, конечно, зачем за один подход уставать, типа дебилдинг, чьи-боши на полную просто, блядь. Я последний раз подтягивался. Вот, когда подтягивался, тогда был последний раз, блядь. Очень-очень давно. По-моему, мы тогда только начинали. Познакомились. Сотрудничать с Русланом, как тренер-подопечный. Это было очень-очень давно. Два года с тобой подтягивался. Два года вообще. Негативные последствия запрета гормона роста и давнишнего запрета анаболических агентов для обычного человека. Поймите, они же необходимы для ускоренного восстановления и регенерации организма. Но гормон роста, так сказать, нужен маленьким деткам, у которых есть дефицит самотропного гормона, для его восполнения, чтобы они не остались с карликом, чтобы они могли расти, чтобы было нормальное у них состояние костной ткани и так далее и тому подобное. И взрослые люди получают терапию им. Я сейчас не буду врать, но я знаю, что Леонель Месси в детстве получал по рецепту из-за дефицита гормона роста препарат. И ввиду того, что он с детства обладает его дефицитом, как мне, да, вот моя информация, потому что в данный момент он имеет право его использовать, да, и использует по назначению врача терапию гормонам роста, что, естественно, позволяет ему лучше восстанавливаться и спортивные результаты. Конечно, не только благодаря этому, да, это талантливый футболист, просто там золотая бута и все такое, но все-таки маленькое преимущество за счет терапии этим препаратом в плане восстановления физических сил он имеет. Теперь, что мы имеем? Врач, который раньше мог смело выписать ребенку гормон роста, легко просто, ребеночек, дефицитоматронного гормона, плохо развивается, плохо растет, слабенький, хиленький, низкий уровень иммунитета, врач смело выписывал, легко ему рецепт, мы с вами все это спонсировали налогами, и по страховому полюсу ребеночек получал терапию, что чудесно, потому что не только нужно черной икрой медведей кормить, да, во дворце, но еще и нужно наводить растить, ну, хотя бы на деток. Теперь мы имеем, что через 180 дней после внесения в список врач будет с очень большой осторожностью выписывать этот рецепт, а скорее всего не будет, потому что теперь это подотчетное вещество из списка сильнодействующих, и оно надо врачу, вы думаете, подставлять свою жопу и рисковать собой, ведь если этот препарат куда-то идет в сторону, и он уже выписан, он рецептурный, строго рецептурный станет, это прямо реальная жесть. То же самое касается и стероидов, когда их запретили, раньше человек попадал в больницу с ожогами там просто всего тела, конечно, ему бы выписывали литоболил, нандронол, деканаат, и он чудесным образом гораздо быстрее восстанавливал состояние кожных покровов. И потом решили, внесем в список запрещенных препаратов, и что теперь вместо того, чтобы получать нормальную терапию, или после операции серьезную, или мужчинам взрослым, у которых низкий уровень тесостерона, им не выписывают тесостерон по причине того, что он в группе сильнодействующих. А что выписывают? Подорожник приложить? Или какие-то экдестероны? Их десостерон крутая штука. Он реально рабочий препарат, но в сравнении с анаболическими стероидами он, конечно, в разы слабее. И когда уже человек получил ожоги всего тела, и знаете, на грани смерти, ну, наверное, было бы здорово развязать врачам руки и позволить врачам спасать людей. Ну, у них такая работа, кстати. Они даже это... Ну, некоторые, как устараются сурвуполнять гиппократа, людям помогать? Почему даже, думаю, большинство врачей стремятся это делать? Но им это банально, попросту делать не дают и мешают. Угу того, что... Я не слышал ни одной истории про спортсмена, который объелся метаном и зарубил соседа топором. И слышал много историй, как один мужик зарубил другого топором и потому что бухал водку. Но при этом водку можно. Можно, нужно, много, регулярно. И это просто национальная идея и достояние. А тестостерон, который позволит мужчине дольше жить, эффективнее работать, быть более психически адекватным, да, так как да, он регуляция возрастная, низкий уровень тестостерона, превращая мужчину в старого брызгу. Это с этим и связано. То есть, за границей ГЗТ для взрослого мужчины лет после 40, в случае, если так, медикаментозная необходимость по анализам, мы видим, что у него дефицит тестостерона. Это норма, ему пропишут. Нас не пропишут, потому что, получается, нужно прописать сильнодействующий препарат. Та же самая история у людей, которые больны раком. У них страшнейшие, тяжелейшие боли, и они мучаются, доживая свой век, но врач не может рисковать и выпустить им опиатные обезболивающие. Потому что это серьезный риск для врача. И мы этого не знаем, этого нет в слишком доступе, но какое количество онкобольных кончают жизнь самоубийством из-за того, что не могут терпеть страшнейшие боли, и не хотят более нагружать психологически своими страданиями своих близких, это огромное количество людей. Потому что очень строгий контроль по обращению наркотических веществ. Блядь, ебать, запретили. И что, будто бы наркотиков в стране нет. Как бы есть. И я не думаю, что если бы врачам облегчили возможность помогать людям бороться с болью, это бы как-то повлияло на незаконный оборот. Ну вот, прям, мне кажется, ну никак бы не повлияло. В моем понимании. Опять же. Возможно, кому-то там наверху виднее. Ну, наверное, нет. Что же мы имеем? Ну, очень последствия я вам сказал, такие чисто житейские. А по качочкам что? Ну, все, через 180 дней продавать будет нельзя. Что будут делать дилеры? Не знаю. Да, у нас так сложилось, что мы много лет назад уже перестали этим заниматься и на моих причинах есть только продвижение и реклама. По листах бумажки я понял, что я имею право говорить слово «гормон роста» сколько угодно. И рассказывать свой опыт его применения, его эффекты физиологические на организм. Потому что это правда. Он так действует, он так работает. Применять я его не призываю. Продать я его вам просто не могу физически, потому что занимаются другие люди. Но! Можете ли вы его купить? Через 180 дней? Вообще да, потому что запрещен именно его сбыт. Запрещен его сбыт. А если вы его купите, будете использовать, или даже хранить, без цели сбыта, для себя, это не является правонарушением. Потому что, опять же, вещество не наркотическое, а сильнодействующее. Поэтому все-таки отношение к нему более мягкое. Важный один момент для простого потребителя, это касается и стероидов, кстати, в том числе. Ведь, если человек, грубо говоря, сам применяет, у него что-то есть для личного пользования, ему предъявить ничего не могут, если он не собирается продавать. И если он, например, пошел на почту получать что-то, купил, ну, купил и купил как бы для себя, для себя на здоровье. Но если он умудшился купить это за границей, пошел получать на почту, тут-то момент меняется. Да, ты для себя и без цели сбыта. Но, когда приходит из-за границы какое-то вещество, это же контрабанда. В общем-то, некоторые ребята на это напарываются. Они знают, что они закон не нарушают, покупая для себя, но нарушают закон, покупая за границей и получают статью за контрабанду. Поэтому, гормон роста из-за границы заказывать не стоит. не будет доступа, кстати, получается, к аптечному гормоно-росту. Сейчас вы можете купить гармошку в аптеке. Она, правда, потому что очень дорого стоит и ничем не лучше, к примеру, сомотекса, да. Но если говорить серьезно по анализам, только один аптечный гормон, это амнитроп, он по качеству был на уровне, по анализам, которые я видел. Все остальные аптечные препараты, они хорошие, они все в норме, как лекарственное средство. Они все проходят, то есть там, все нормы, но в целом по анализу, по качеству они уступали и самотекисту, и омнитроп. Так вот, после запрета в аптеке в легкую уже не купите. Поэтому, кто фанатистки аптеки, надо идти закупаться сейчас. Ну, это к нашему любимому королю балабольства и балаболиков. Вот, у него там полные шкафы, ему нужно срочно распродать, поэтому помогите дяде Диме, выкупите у него все, потому что он потом с ним будет делать. Большой выпуск на эту тему есть на канале, кстати, NBCRUS, посвященный гормону росту. Так забавно он вышел буквально за 2 дня до постановления. Мне кажется, они об этом знали и специально решили подождать его с его выкладыванием. Мы имеем возможность еще к весеннему сезону готовиться спокойно, прямо реально спокойно. Многие пишут, что будет с рынком. Ребят, я вообще не знаю. По сути, как стероиды давно запретили, никуда они не пропали. Ну, реально не пропали. Цены на них, я обратил внимание, пытался вспомнить старые цены, там, в 10-летней давности. Цены не выросли. Цены не изменили, к моему, на стероиды с момента их запрета? Ну, 15-20. То есть, сырье дорожает. Сырье на стероиде дорожает, да. Но в целом по рынку до удорожания сырья цены не менялись. То есть, то, что они стали запрещенными, даже цену не повысили. Сложность покупки тоже не повысила. Единственное, теперь, конечно, да, вы, наверное, у своего тренера взяли косметолога. Давайте по-честному говорить. Одинное количество косметологов, врачей, эндокринологов, там, людей по бьюти и по анфеичной терапии своим пациентам рекомендовали гормон роста. И даже его помогали до приобретения. То есть, девушка приходит на мезотерапию витамины поколоть, и ей косметолог говорит, чтобы была нормальная кожа, качественная, волосы, ногти. Тебе там уже 30. Девушке, как бы, да, она может продлить свою красоту и молодость использовать препарат. И то есть, вне спорта этого препарата очень много. Его приобретают звезды шоу-бизнеса. У нас, и за границей. Вы все слышали историю про симметр-сталонок, он в Австралии чуть не влетел. Все прекрасно понимают, что в США насколько это востребовано. Потому что уровень осознанности и потребления другой. Кстати, я буду подтягиваться. Для того, что я этот, невысок, ни низок, невысок, пройду, пройду себе ступенечку. Вот, ступенечка. Видимо, кто-то тоже был невысок, поэтому... Нет, в калку, наверное. Ну, добавить. А? Добавить. Да я это дотяну. Добавить, говорит, надо. Вот. Вообще-то, Лёх, обидно было добавить. Я и так, вообще-то, я могу вот, даже так дотянуть. Вот, видите? Просто мне удобно приматываться, а вот так я могу примататься спокойно. А теперь будет стыдно. Чуть-чуть. Стыдно, говорю, сейчас будет пиздец. Ну, мы Лёху попросим, чтобы он склейку сделал такую, что я здесь и сделал, потом заново, 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 я раз 50 подцелюсь. Один подход, а ты а до вторей сделаешь, что ты будто бы... Все, да, да. На репит поставить, на реверс. Я просто, не, он сделает блик, наезд на тебя, а я снизу под коленки буду. Не мать. Я думаю, он стыдно будет за меня сейчас, говорит. Ребята, я сам не подтягивался кучу времени. Ну, я вообще, на самом деле, очень много работы сейчас а спильня, по-моему, полноценно качал всего один раз после турнира в Румынии. Ноги качал я два раза, мохи ровно, по 20 минут, потому что, блядь, я правда, можно было подложить. Ладно. Стыдно, я сейчас, не потаточку. Да не, не сделаю. Слушай, сейчас вешу ногу, это я на сушке, знаешь, могу там и 30 раз подтянуться, когда-то и в форме, и не растренированной. Я не кололся особо, не чем. Надо начинать сейчас набирать, на самом деле, в режим приходить. Ну ладно. В общем, ребята, это не на максимум делаю, это чисто так, посмотреть, бла-бла-бла, пизжу. Ой, ну поехали. Считаем. 46, 47, 8, 49, 50. Ногой. Ребята. Ну, ты готовишь. Блядь, ну для 100 кг нормально. 17. Да. Ну, честно, я не считал, мне было, ну что-то 17, 18. Ну, еще подход сделаем точно. Знаешь, Ромка теперь сделал меньше, тогда нормально все будет. Нихуя ж себе. 18. Вы не забывайте, что это IFBB. Профессионал Лигуе. Профессионал. Вернем рекламу. Запрещенных лимбранов. Фу. А, один надо протянуться, чтобы не так надо. Чтобы хотел склеить. Ужас вообще. Легко пошел. Легко. Я все. Давай на бенге. Я бы, конечно, сейчас хотел бы отмазаться. Давай, делай. Я, короче, отмазай, короче. Я не могу из-за плечо-лучевой подтягиваться именно таким вот. Ну, вот таким я попробую. Ну, давай, такими 50 раз. А я могу рассказать о том, что у меня была рука сломана на 4 части. Еще раз. Да, можно. Можно рассказывать. Порвано цехтожилие. В общем, у меня тут дно. Вот. Но у меня, правда, болит плечо-лучевая. Очень связка вот эта вот. Бля, у меня в конце. У меня в конце подготовка уже перед Румынией. Так страшно тоже болели. Вот предплечье в целом. Бля, какая-то тренировка была просто через слезы, через боли. Сжать руки было невозможно. Ну, такая была гипертонус сумасшедшая. Параллельно, видимо, с дополненным туннельным синдромом и всем на свете. Сейчас вот мы, допустим, если тягу будем делать, у меня на тяге почему-то нормально. И все скажут, бля, подтянуться не смог, а типа тягу делает нормально. Хотя механические движения практически то же самое. Ну, нет, тягу я выполняю нормально, вполне комфортно для ключа-лучевой. А вот здесь именно, когда начинаешь в фазе снизу поднимать себя, она очень сильно болит. Кого там большая? Она выглядит далеко большая. Нет, Вот обратите внимание, да, вот эти предплечья, да, оно с кромкой, ну, там плюс-минус, плюс-минус не одинаковое. Понятно, что он тяжелее меня, сколько я сейчас? 100, 6, где-то 105. Я, наверное, я так думаю. Но рост, я чуть-чуть повыше. Короче, я к тому, что, смотрите, вот так вот смотрим, вроде бы, одинаковые предплечья, но если я руку согну, сразу кажется, что она маленькая из-за бицепса, хотя оно не маленькое. Мне не кажется, что оно маленькое, ну, не знаю, о чем мне там кажется. У тебя вот такая футболка, когда у него предплечье огромное. Да, если руки спрятать, то он такие сразу, да, голопатные. Нет, ладамы, вот такие ладамы, мне кажется, голени и предплечья, знаете, я пропущу тренера туда, а сам... Ромыч, ты хотя бы скажешь, что ты думаешь. Я же подтянусь 50 раз, а Рома расскажет свои вообще мысли про запрет. Я-то вам, по-черкому, юридически, научно сказал. Если интересно по гармоку шкидочной вещи, ребята, напишите комментарии, вопросы. Уже мифов много. Типа, живот растет. Живот не растет в гармоке. Ухудшается перестать, как кишечника. А нормализовать нелегко. Огурчики с капустой кушайте, пребиотики, вот, пребиотики на куни-те-клап, овощи, и все будет хорошо, и кузика не будет. Видели меня, блин, на сцене? Я сам охренел, кузика нет. Тут кадр соревнований. Да и что сказать? Хуёво. Хуёво. Государство... Ну ладно, ты купил два Мерседеса. Ха-ха, Рома купил два Мерседеса. Набарыжил. Рома набарыжил, два Мерседеса. Стоимость моих двух Мерседесов это одна треть стоимости его машины. Ха-ха-ха. Одна треть. Ха-ха-ха. Остачение это произошло. Почему? По вине, скажем так, изначально антидопинговых вот этих вот скандалов. Когда Русада не соблюла, скажем так, условия с Вадой вот каких-то там соглашений и так далее. В общем, Русада обосралась перед Вадой и, соответственно, всех спортсменов, очень много спортсменов дисквалифицировали, в том числе и лишили олимпийских медалей. После того, как их пробы оказались положительные на различного рода препараты, которые запрещены. Ну, чтобы вы понимали, там даже элементарные мочегонки, элементарные, ну, тот же самый там Милдранат, да, его хоть уже никто не принимает, но очень много препаратов являются запрещенными для использования и участия в олимпийских видах спорта. Вот. После того, как это все обосрание вышло в народ, скажем так, Русада начали ужесточать внутри нашего государства, России, да, и очень сильно взялись за такие дисциплины, как даже бодибилдик. Все вы знаете, что на чемпионате Москвы и на кубке на чемпионате России, на чемпионате страны было выявлено, взято несколько проб у спортсменов и были дисквалифицированы ряд спортсменов за то, что у них оказались положительные пробы на определенные сильные действующие вещества. Я знаю, что Мошкин, Владислав, он получил 4 года дисквалификации и Бекер, Алексей Бекер тоже получил 4 года дисквалификации. Угольников? Отмазался? Нет, тоже дисквалификация? А, поэтому он в НПС собирается. Поэтому он на мир не поехал, Нет, на мир не поехал, потому что жирный был. Потому что живот болел. Он сказал, что паспорт, его девушка выкинула его паспорт и нечаянно. Не, понятно. Не успел получить. Ясно. Ну, форма охрененная была, я согласен, да, и на мире он бы там разъебал в одну калитку. Это прям, ну, не обсуждается. На самом деле, если бы по-честному, если бы поехал бы, если бы поехал бы после России, я думаю, что он бы мог выиграть. То есть там человек был кайфовый, но он бы с 2 недели мог досохнуть. Там, в принципе, ну, и задач была одна не кушать. Не кушать, подирать диету и не можно было бы. Поэтому ехать можно стоило, 2 недели можно потерпеть. Ну, 3 недели все могли на мире успеть выступить, потому что пришли результаты в дни через 10 после мира. Ну, суть в том, что после Питера было 3 недели до чемпионата России и там тоже нужно было диетку поддержать, но как мы увидели форму на чемпионат России, никто ее особо не держал, блядь. Форму никто не собирался улучшать на чемпионате России. Мое, пусть оно такое, ну, немного неприятное, наверное, мнение, когда спортсмены так категорично говорят в сторону других спортсменов, но эта форма, он даже не должен был забрать свою категорию. В его категории были ребята получше, вот, и первое место в категории я бы ему тоже не отдал. в абсолютке он проехал. Достаточно объективно. Он выступал свыше 100, первым я бы поставил тот, кто занял второе место. А кто занял второе место? Я не помню, кто занял второе место. Макс? Макс. А, ну, они потом в абсолютке рекеровку у них. А я бы поставил в основе Пашку Плитулбаева, мне понравилась форма. Мне очень хорошая форма, но он очень сильно, ну, относительно тяжеловесов, тяжеловесы это что? Это огромные ноги, огромная спина. Он немножко выпадал в спине. Но при этом ровненький был. Мне бы понравилось, эстетичный. Господи, да, мне кажется, он сейчас спину пострадет. Ну, бляд, чтобы вы понимали, человек ночам бомбит на такси, охренел, когда узнал. Вот пиздец. Ну, такое, я скажу так, что мне тяжело говорить, что пиздец, какие условия у спортсменов, и они там делают форму. Я знаю, какие условия у Руслана, как он готовится, как он выступает, какой у него режим и какой у него, ну, вот мне тяжело удивить после того, как я посмотрел, как Руслан готовится, в каких обстоятельствах. Причем, тренироваться, и диету держать, и форму делать, и контент для вас делать, и, блядь, на работе, там несколько бизнеса. Вот, вот это, ну, действительно, так тяжелые условия. Я не считаю тяжелые условия, ну, ребят, которые ограничены финансово, им приходится работать. Я тоже в 2016 году, когда начинал соревноваться, работал? Ебашил вообще. Ты откуда работал? Я приходил на работу, у меня первая персоналка была в 7 утра, у меня дома не было кардио-тренажера, я приходил на работу в 5.30, делал час кардио, потом завтракал, потом работал весь день, домой тренировался, домой я приходил полдвенадцатого ночи, готовился рацион на следующий день полностью, пол первого я ложился спать, и в 5.30 я опять вставал. Вот это режим подготовки, у меня был там 2.5 месяца, я сушился до первого старта, ну и потом продолжал. То есть, ну, я понимаю и принимаю это все как норму, в принципе. Поэтому все вот эти вот запреты, вернемся к теме гормона роста, они на самом деле все это хуевая тема для спортсменов. Но, скажем так, реалии таковы, что стероиды запрещены. Проблемы у кого-то со стероидами, проблемы у кого-то с фармой. У нас спортсмены выступают на туражку? С приобретением проблем никаких не будет. У нас нет проблем, мы выступаем на туражку. Да. Ссылка в закреплёзом комментарии под видео. На наши на туражки, блядь. Так что такое. Для спортсменов, конечно, немножко неприятно. Скорее всего, главы, так скажем, этих брендов, да, различного рода самататропина, они будут спекулировать на теме, что он стал запрещенной. И ценники, хотите вы не хотите, они выросли. Там, ну, на 10, на 15 процентов, скорее всего, такая спекулятивная тема, но ценник на гормон поднимется. В принципе, это единственные, наверное, какие-то неприятные моменты ну, к спортсменам, кто занимается бодибилдингом, не распространением, а там, приобретением и используем. Всё. Всё остальное, всё это по факту настанет, и все эти реалии, мы в них интегрируемся, адаптируемся, и всё будет ровно. Поэтому сейчас пока эта тема хайповая, она на слуху, все переживают, как что будет, но по итогу всё будет нормально, так же, как и с вашими пропионатами. Кстати, я же был на NBC в Москве и встречался с ребятами, которые, скажем так, основную часть работы по Сомотексу выполняют. Они прям стояли в опыте. Мы, говорит, нахрен не знаем, что будем, мы никаких решений ещё не принимали, ни по ценам, ни по чему, ни по дальнейшей работе. Поэтому на самом деле ждём всё вот тут от Москвы, что они расскажут, как они будут поступать. От нас-то, по-моему, вообще ничего не зависит. Вот. Но я себе закопаю в огороде пару баночек поглубже. Спрячу. Я дома под огурцы с помидорами уберу. Свой Сомотропинчик. Так что всё будет нормально, всё будет хорошо. Вот. Как говорят, когда приобретаете машину, машину в идеале, но с небольшими нюансами. Вот. Так же и в этой теме будет. Всё будет хорошо, но с небольшими нюансами. Вот и всё. У меня, кстати, новости есть. Новости. Ну, раз мы такие зашли за тему, такие, за витаминки, за всякие. В общем, забавно, мне, Роми, спонсоры, на пробу прислали три стола. Вот. Ты, кстати, сказал, что... Нам. Нам? Он мне сказал, что нам. Нам. Ну, мне точно. Я просто не знаю, на самом деле. Я ещё не видел его назад. Честно, до концатора не знаю, что с ним делать. Сколько его надо делать? Я знаю. Откуда ты знаешь? Набирай больше, коли чаще. Это, для главного правила. Так кончается быстро, я пробовал. У меня так с примой работает. Ладно. В общем, буду его использовать, пробовать. Но сначала почитаю, что это. Поспрашиваю своих заграничных коллег, что они. С ним обычно делают. Потому что вращевщенька я не слышал, не видел. Ну, я не думаю, что это волшебство невероятное. Ну, узнаем. Узнаем. Интересненько. Все. У меня, в принципе, задача набирать. Набирать качественно, но я прям хочу в следующем сезоне всё-таки уже как бы звание чемпиона мира есть. категория в Португалии выиграна. Осталось абсолютно выиграть в NPC. И это, будет очень удобно мне Рому на соревнования возить с прокартой. Я смогу ему грим поправить перед выходом. Поэтому всё-таки я очень рассчитываю в 22-м году взять прокарту и как-нибудь прям с первого турнира сейчас хорошо набрать, чтобы потом в один раз прям люто-люто слиться. Прям люто, но сделать очень жесткую крутую форму и выиграть. Кстати, в этот уикенд наверное ролик уже выйдет после скорее всего, но мы желаем удачи Долеру. Он поехал. Блин, вообще хуй знает куда. Самый крайний просто, блин, турнир, мне кажется, на оленях можно доехать, самолёты не летают, но я надеюсь, что там он выступит успешно и получит прокарту. Вот. Прям задумался, что происходит. Латвия, да. Там где-то, понимаешь, там не в Риге. Я просто смотрел, я думал, турнир тоже заявится, просто дел слишком много. Да, ни самолётов, ничего нету, ну тут до Риги, с Риги там ещё что-то, блин, к морю, там какая-то деревня. В общем, интересный турнир. Про атлетов там не будет, там только про квалификация. Ну, типа Оксана Гришиной такой формат. Вот. Но, кстати, с ним поехал наш, ваш, мой, наш друг Анастасиас, он сейчас там. Он поехал поддержать Долера. Что очень круто. Блин, Таса крутой. Таса крутой. И, кстати, Таса я привлёк в помощь в плане подготовки Адама Абакарова. Вот, потому что у меня, правда, не хватает немножко времени именно в плане эмоциональной поддержки с Айс-Стаун. Да, я выдаю задания, питание, контролирую анализы. Адама человек очень командный, ему вот нужно вот и поэтому... А Таса всегда мечтал поработать с супертяжем. То есть у него никогда не было прям атлета сверхтяжёлой весовой категории. Почему он так вот держится за Долера, ему помогает. Потому что Долера фанат бодибилдинга, реально, там, если исключить моменты эмоциональных вещей, которые перепады бывают, он очень крутой бодибилдер, ответственный, ну как ответственный, херовое слово ответственный. Бодибилдинг, в общем, он любит. Вот, и Таса очень его поддерживает. И вот, к работе с дамом его привлёк, и ещё автоматически подключился доктор Золотарёв Андрей, который даёт ещё свои рекомендации в плане именно коррекции здоровья, хотя в целом он прям согласен со всем, что мы делаем. Единственное, что он предложил нам добавить ферменты к приёмам пищи в таком-то очень большом объёме я спросил, почему у Адама. Адам сказал, что Андрей видит эту необходимость в связи с очень большим объёмом потребления омега-3 жирных кислот. Потому что у Адама были проблемы, вы знаете, с реологией крови, в частности, с индексом атерогенности. Вот, и чтобы его снизить, мы добавили омегу, он стал лучше, факт, но вот Андрей считает, что при таком количестве омеги нужно применять ферменты. В общем, я с ферментами согласился, тем более, идёт процесс массы набора, питание очень обильное, мне кажется, Адам, наверное, столько никогда не ел. Также есть терапия инсулином дополнительная. Я согласился с ферментами, но предложил количество ферментов сократить немножечко, но на фоне этого прибавить, я уже упоминал, пребиотик от генетика и препарат Essential, гипокея, который усиливает и улучшает работу желчного кузыря, желчеводячих каналов. В общем, горькие травы, желчи больше, пищеварение лучше. Вот такая история. Ты делал? Среди, если нет. Да сделай ты, я подтянусь. Я подтянусь, а он будет делать тяга. И может и жлоб, и ему снимать. А? Какое снимание? За него есть снимание, а я подтянусь 40 раз сейчас пойду. А его сниму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не буду врать, не буду врать, 22 раза врун. 11 раз, но это 3 потягиваний и до этого уже сделал несколько тяг. В общем, норм. Бретренчика я выжил заранее. Работает. Кстати, бретренчики, гормон роста запретили. Герань, теперь герань, обычная герань, простой бретрен с геранью, который продается во всем мире теперь на том же уровне запретности, как метан, чтобы вы понимали, герань внесли в список СДВ. Поэтому, если вы любители надежных штырилок, я вам прям рекомендую тоже подзатариться. Есть такой претрен спартанец, помните? Вот сейчас практически последняя партия будет его выпускаться в том числе. Его можно будет тоже там найти ссылочку, чтобы спартанца добыть. Пару ящичков запаситесь. Они все равно не портятся в принципе. То есть, из реального срока годности аминокислот или претренов бесконечный. Единственное, что они могут затвердеть в камень, ну, можно похулупать ножичком. Вот. Вадим Дочеванов в свое время из нашего претрена рейдж лепил пищуны и платил бабки, чтобы на ГКНН это размещали. Вспомните? Ну, давно это было? Может, Ромка вспомнит. Там то, что 9 претрен, генетик, там такие камешки. Это Вадим специально открыл, дал ему влаги питать с воздуха и когда еще у него был бренд Дочи в плане питания спортивного. Ну, это давние времена. Вот. Надеюсь, ему стыдно за это. Это, конечно, нет. Все помнят этот знаменитый его ролик, когда он купил практически всех брендов, что есть на рынке протеины. Сдал их типа на а-ля ну, это как это, блядь, анализ белка. Анализ белка. Где он варился? И, короче, в общем, как оказалось, там один из самых пиздатых протов был, что? Да, правильно? Не май протеин, а пьюр, пьюр протеин. Охуенный был. Вот. Поэтому, ну, он тогда признался потом, спустя какое-то время, что это была чистая заказуха. Ему просто заказали, ему заплатили хорошие деньги для того, чтобы он вроде бы про основные бренды сказал, что все типа окей, но вот этот прям пиздатый. Там, концентрация сывороточного белка была прям... Сывороточный сои? О, сывороточный сои, да. Была очень хорошая, но мы помним, чем закончилась история с пир-протеином, так они, когда санкции эти ввели, начали продавать без сухого молока. И с дочерью. А? И с дочерью. Да, да, да. Поэтому, короче, все это залупа. Я лишь хотел сказать, что предтрены, ребята, могут твердеть, я думаю, ну, вы американские, все знаете, что они твердеют. Очень много гигроскопичных, то есть, веществ, которые сильно влагу втягивают. То есть, они даже как сырье приходят, уже влажными, и даже с наличием силикогеля, термоусадки, мембраны, они твердеют. Это нормально. Как элькранитин, например, он по своей структуре изначально весьма влажный. Почему там не может ничего тут свести? Потому что у него много виноградной кислоты в форме тартрата, и поэтому абсолютно так скажем, нету рисков развития каких-то веществ. И то, по себе, вещество такое влажненькое. Вот. Это, наверное, еще по два подходика мы сделаем. Ромка прибавил веса. Там уже еще тяжело висит. Понимаете, я пришел, первый вопрос. А в шавуху скоро ли мы поедем? Это скоро. Я думаю, что мы на спину на самом деле сейчас. Я подход добью, а Ромка уже может идти навешивать на штангу блины. Диапазон 120 килограмм. Поясочек у меня есть. Тяжелую тягу сделаем. Тяжелую тягу сделаем, потом еще пуловерами добьемся, наполненем кровью. Он от мысли о шавухе пьяный просто. 100-120. Нет, ребят, нет. Да, 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 может быть техника будет чуть-чуть хромающая, как всегда. Ну, хоть вес тяжелый. Чтобы зараза качалась нормальной, мы реально с собой подесем. Иначе вот начинаю с этого вот, халат одену, хожу по залу. Парень, начин. Парень, да, блядь, джиган от бодибилдинга. Вообще, вы-то что думаете о том, что Ромка-то за недельку от турнира решил, что не хочу, не могу, не пойду. Пока он не ведет. А? От меня комментарии не дождетесь? Да нет, тут я уж вернула. Да был уже мой комментарий, наверное. В общем, ну, ему виднее, да? Как было? За три недели он мне пишет, Рус, все, я не готов, но решать тебе, я говорю, а, ну, если решать мне мы едем, он такой, блядь, да мне, похер, на эмоциональное состояние в целом, я форму вижу, отчеты вижу, я могу сделать хорошо. Я сделаю так, что на сцене это выглядел заебись. Даже, мне кажется, им устал бы легче от крутой формы, которую могли бы сделать. Он такой, ладно, раз ты решил, все, короче, я ебошу. Мужики, вот, остается две недели, опять сообщение, не, Рус, все-таки, мне кажется, я нет. Я говорю, Ром, давай, короче, едем, прям пишем большой пост, что, блядь, я, не хочу, Руслан заставил, вся ответственность за форму, блин, если что-то не так, то Руслан был боек. Я говорю, я готов полностью на себя, вот, ну, взять все, моя ответственность. Ну, блин, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Он такой, блядь, говорит, ну, ладно, типа, ну, я не хочу, я говорю, я все понимаю, говорю, ну, опять же, лучше сделать. Он такой, типа, до Талова, две недельки осталось, типа, прорвемся. То есть, он прям, ну, за неделю он говорит, нет, все, я понимаю, что, ну, никак. Хотя, опять же, форма, вес, весь визуал говорил о том, что выйти можно было в достойной форме. Ну, собственно, и все. Я считаю, да, что, опять же, это, например, с одной стороны, смело взять, принять решение. Решение принять, его исполнить и не поехать. Потому что вопросов, я думаю, если уж мне их задавал каждый, кому не лень, то думаю, ровно получил вопросов, почему он не поехал, не меньше. И это смело взять и поехать, понимая, я же не уместно за него чувствовать и думать. Мне, например, лично было бы стрёмно съехать. То есть, я по своей дурости даже в Польшу поехал реально в очень болезненном состоянии. И потом из-за этого и на мир мне было прям очень плохо. На мире, да, форма удалась, но мне было дико плохо. То есть, я думал на третьем вызове, что я сезон закончил, причем вот все, в полуфинале мне было ужасно плохо. Мне было, ну, неописуемо. То есть, все там разом сложилось ужасно по состоянию здоровья. И только после мира недельки через две я почувствовал, что я полностью оправился, потому что у меня, походу, до Польши была легкая форма короны. И уже на Румынии действительно я чувствовал себя хорошо и отлично выступил. У меня было хорошее состояние в плане здоровья. Ну и сейчас, кроме того, что я какой-то ватный, может погода сказывается, не знаю, или стресс от работы на работе, все насыщенно. Мне сейчас лучше. Поэтому вот мой комментарий. Он поступил смело, приняв решение не выступать. Я бы, наверное, в любом случае поехал. Да, хочешь, не хочешь, я поехал. Как поступил бы ты, я не знаю, напиши. Мне интересно. Но реально, я считаю, что это опять же. Принять решение его исполнить, это достойно. Блин, какие-таки маленькие блинчики по 25 килограмм. Самое неприятное, когда блины маленькие и тяжелые. Я так на небольшие легкие. Вот Рома теперь максимально неинстаграмный качок, вот просто хер положил. На чуть-чуть. На чуть-чуть. Так надо. Так не надо. В комментариях подробнее. В комментариях пишите, что-то. Да. Как жалко, что Рома не снимает. Так интересно. Все очень много. Да, Рома, люди страдают. Это я тебе один скинул комментарий. Да-да-да. Да-да-да. Я обещаю, сегодня мне скинут протокол. Я начну... Протокол какой-то. Я начну вас с ним знакомить. Разминка для слабаков. Поэтому что? Я разомнусь, я слабак. В этот раз я могу соскочить со 120 килограмм, наверное. По причине моей... Эти. Грыш. А. Я не могу с наклоном с таким делом. Хотя, в принципе, какие-то там приседания вот эти с небольшими весами делаю. Если бы, блядь, прославно живот, что там что-то говорите, пиздите, а я не могу на первые дырки с 7 минуты. Я почему не в поезде, который генетик? Помните, синий красивый? Потому что он не застегивается. Его нужно раскрутить и поменять место этой бляшки. У тебя спрашивают, когда такие пояса в продаже будут? Когда такие пояса в продаже будут, спрашивают? Да он стоит, как самолет. Мне даже стыдно вам говорить. Ну, я, правда, не знаю точно, сколько он стоит, но я думаю, что дорого. 6-7 Большой. Он в районе двадцатки стоит только пояса. Да? Да. Ну да, думаю, дорого. Поэтому, ребят, он вам не нужен. Все хотят, но, блядь, как только люди начинают видеть цену, они такие, о, блядь, ну нет. Все хотят бесплатно, блядь. А бесплатно только... Ну, это придешево. Вот эти костюмы, блин, никто такие в России не делает. Причем там, ну, вот, горилла wear, да, с рукавом. У них толстовка, ну, кофта стоит, ну, больше пяти тысяч, по-моему. Да? Да. Наша стоит, получается, как комплект, берете, шортов с футболками, ну, грубо говоря, около 7 тысяч. Практически в два раза дешевле получается, да? Ну, блядь, за гориллу готовы отдать? Потому что горилла из говняной ткани, но откровенно, прямо шшшшш. Горилла сшита из дерьма. Там самая дешевая китайская сетка, которая, вот эта даже, прикиньте, она не цепляется, знаете, липучка, есть, да, пинты. Тут ткань такое качество, что она нацепляется и куча-пуча крутая. Но вы какому-то там, ну, иностранному хозяину компании готовы заплатить за товар худшего качества? И вас это устраивает. А когда это делаем мы в России, делаем реально круто и качественно, ой, костюм типа там, подожди, 5700 мы продаем. 5700 майка. 5700 майка шорты выходили, да. Дорого для многих. А сколько он должен стоить? Там от Сибеса не сильно далеко. Мы почему-то оптом не можем в магазинах это продавать, если магазину не остается рентабельно. Если там только продавая самостоятельно в розницу, хоть какой-то остается плюс. Но это касается, знаешь, мне кажется, и спортпиталек. Потому что ситуация такая, то есть мы делаем по качеству, до половины Европы и Америки прям могут тихо посасывать, типа вкусовым характеристикам, и по качеству продукции, и по уровню предприятия, по чистоте, по всему. Но при этом импорт мы готовы купить, типа там, за трешку, за килограмм. Ой, а типа генетика 1800 дорого. Сделан там из швейцарского белка. Блядь, с охуевшей дорогой ароматикой. Да, там исключительно, например, ну то же самое с укралой сюда, без Аспартама. Как импорт. Ну, мне кажется, это от родителей. Это еще от дедов, когда они там бегали, польские, польские ботинки и тряслись, ебать там джипсы американские. То есть любое копеечное иностранное дерьмо, оно в глазах нашего обывателя более ценное, чем качественный российский продукт. Вот так. Сейчас будет тяжело вот. Да, уже реально лучше шаверму ехать кавать. Мне кажется, что он разные брюны повелся. По-моему, да. Здесь 15. Там 20. Помощничек, блядь. Они двери сели, я бы сам брать подошел. А это что? Блядь, они те же разные будут. Блядь, ты сними, что он сделал. Да? Весил пятнашку туда и повесил пятнашку туда. Чего, блядь, надо. Вы понимаете, блядь? Это не то, что кощунство. Это практически оскорбление чувств верующих. Я на него очень обиделся. С той стороны по ощущениям больше вес. С какой? С этой? С правой. С правой? Тоже пятнашка будет. Ну, просто вся симметричная немножко. Либо леал, либо. Нормально. Ну, что-то так, что-нибудь. Там могут блины тоже быть, на самом деле, весить по-разному. Я какую-то двадцатку один раз весила ради прикола, но весила 2800. Я попробую, но ничего не обещаю. Поясок, а то есть? Сколько писать? Пояска, стоп. Стволок за поясок. Инженсивность тренировки, уровень бог. Уровень боги. Ну, сегодня, ну так. Вам разве интересно было бы смотреть этот ролик, если бы, блядь, только вот эта тренировка с упражнением? Хотя, блядь, даже у меня на канале, когда он был активный, просили снять тренировки. Того-то, тренировки всего-то. Блядь, ну, не знаю, вам интересно смотреть тренировки? Приходится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом, ничего не перекосило, нет, не перекосило, справа и слева все нормально. Ну, в целом, над чем, терпимо, терпимо, работать можно, ну сам бы я, конечно, такое не делал, и по поводу отмены турнира последнего, на который мы должны были с Русланом вдвоем лететь, Румыния, который, что произошло, да ничего, собственно, такого критичного не произошло, но у меня максимально уже не стояло. Ну, это если грубо сказать. Ну, кто-то, конечно, может быть, сейчас захейт и так далее. Все в том, что на подготовке нахожусь полгода. Это моя первая такая длительная подготовка и первый такой растянутый сезон. Чтобы понимали, первый старт у меня был в середине июля. Я в Португалию, конечно, не попал, но мы полностью сделали подводку, полностью. Мы сделали слив, мы сделали загрузку, проверили схему. То есть я считаю, как за полноценный старт. Единственное, чего я не делал, это не гримировался, но зафиксировал форму на фотосессии. Второй старт был аж практически через три месяца, два с половиной было в Польше, когда я стал вторым. Третий старт в Польше был, опять же, еще через месяц. То есть для меня, ну, как оказалось, достаточно находиться в постоянном стрессе, ну, такое продолжительное время. Оказалось, да, может быть, центральной нервной системы или ничего. Вот, ну, не вывез я, попросту говоря. Я об этом не стесняюсь говорить. И когда я разговаривал с Русланом по поводу Румынии, едем или не едем, вот, естественно, вариантов там не было. Сказали, что едем, все, окей. И в процессе вот подготовки где-то дней за 10 мое состояние эмоциональное и физическое начало ухудшаться. Вот, начало ухудшаться в плане, ну, мотивация, да, это самое простое, что можно сказать. В плане физического самочувствия, в плане аппетита, в плане упадка сил. Ну, то есть все было максимально такое несвойственное для меня, потому что я на все эти старты был заряженный. И я на них готовился. И, скорее всего, связать можно на последний старт, когда в Польше вот я летал один. Вот, я три недели там просто топил вообще-очень сильно. И, скорее всего, может быть, немножечко перестарался. В связи с этим и такое самочувствие в итоге оказалось. Вот. Естественно, я об этом сказал Руслану. Вот. Руслан сказал, что нужно попробовать дотерпеть. Вот. Нужно поехать, нужно выступить этот старт. Все. Я сказал, все, окей, я топлю. Проходит еще пару дней. Вот. В связи, ну, не связывался с Русланом. Думал, что самочувствие немножечко улучшится. Как правило, мотивацию ловишь, да, такой, и уже по инерции доделываешь. Ну, нет, у меня два дня произошли такие, что у меня не было полностью вообще аппетита. Я с утра вставал, там, пару яичек, там, как-то что-то в себя пихал. И два дня просто пролежал тупо. Не было ни сил, не было особого желания не тренироваться, ничего. Ну, то есть максимально такое выгорание начало происходить. Вот. Я сообщил об этом Руслану, соответственно, и мы вместе, скажем так. Ну, как, ну, не вместе, скорее всего, я принял это решение, что все-таки я не поеду. Вот. Потому что не хотелось усугублять ситуацию. Дожать, а бы как съездить не в пиковой форме, а уже просто выжать из себя какую-то форму. Мне не хотелось. Вот. С моей точки зрения, я не считаю, что это было ошибочное принятое решение. Я, скажем так, смотрю на перспективу. Вот. И не хотел максимизировать, полностью выжимать из себя последнее для того, чтобы выступить, ну, скажем так, не в промежуточной, но в остаточной форме уже в конце соревновательного сезона на этом старте. Ну, вот. Поэтому принял решение не лететь на этот старт, вот. Окончить подготовку и перейти к процедуре восстановления, чем я, в принципе, и начал заниматься. Ну, то есть, это может быть не... Очень многие из вас, может быть, за хейти, да, в этом плане это ваше право. Что ты за спортсмен, там, и так далее, и тому подобное. Ну, я принял решение, я закончил сезон, я его закончил. Вот. Руслан, естественно, моим решением был, ну, не крайне недоволен, но я, по крайней мере, почувствовал свой организм и дал своему организму то, что он хотел. То есть, для меня очень важен вот этот вот баланс, чтобы он соблюдался, чтобы соблюдалось все. И я пропал из семьи, скажем так. То есть, фактически у нас все дома хорошо и так далее, но, по сути, я отсутствовал. То есть, меня не было ни для кого, ни для детей, ни для жены. Максимально хуевое, просто говоря, состояние. Моральное, физическое, максимальная апатия. Все, я принял решение себя не дрочить, не мучить и не выжимать 80% от пиковой формы, которую я мог сделать, если бы это было чуть пораньше. Все, просто грамотное решение. Один старт я одним стартом пожертвовал, я завершил сезон для того, чтобы максимально быстро было бы получено восстановиться. Мое физическое восстановление произошло достаточно быстро. Я отдохнул, желание тренироваться появилось. Я не нагребаю, я тренируюсь так в удовольствии, интенсивность небольшая. Но, скажем так, мое моральное состояние восстановилось спустя, наверное, 3-3,5 недели после завершения сезона. Вот, еще очень долгое такое апатийное состояние, очень долгое такое вялость в теле, нежелание, чего очень достаточно долгое время не было. Сексуального желания, очень подавленная либидо. То есть, с этого состояния я тоже выходил. Сейчас все нормально, все хорошо, все нормализовалось, слава богу. Сейчас пойду на контроль анализов, получу протокол от Русланчика и, соответственно, будем благополучно начинать набирать. Помните, ребят, нужно прислушиваться к своему организму. Я никому ничего не навязываю, я просто рассказал, как произошло со мной. Прислушивайтесь к организму. Когда он дает какие-то сигналы, старайтесь правильно их, скажем так, воспринять и принять какие-то решения. Потому что отдать все ради одной какого-то, одного старта, чтобы потом благополучно, блядь, были очень серьезные проблемы со здоровьем, ну, это не. Я хочу дальше соревноваться, вот, я хочу, чтобы моя карьера достаточно продолжительная была, вот, и, как бы, это был мой первый шаг к тому, чтобы все было хорошо в дальнейшем.